Бывший чемпион танков онлайн заблокирован в нашей игре. В данном видеоролике проходит конкурс на контейнер. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал, а также указать свой никнейм в комментарии под данный видеоролик. Победителя я выберу случайным образом и оглашу в следующем видеоролике. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Это ролик по выдающимся нагибаторским легендарным аккаунтам в нашей игре. Если вам нравится данная рубрика, то обязательно прожимайте прямо-таки сейчас палец вверх и не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосики. Ну, а сегодня у нас будет необычный, можно так сказать, обзорчик данных рейтингов нашей игры, наших любимейших аккаунтов. Начинаем мы с одного интереснейшего персонажа, с которым, к слову, я играл в одном клане. Это игрок с ником Q56, тот же никнейм, который у него был раньше, это Lansard. Игрок находится в блоке, чемпион находится в блоке. Да-да, именно-таки данный игрок имел на своем аккаунте краску чемпион, и сейчас его аккаунт успешно, либо неуспешно, либо как-то печально, но находится в вечной блокировке за передачу аккаунта. И, к слову, это была, наверное, какая-то неудачная, можно сказать, продажа, либо я не знаю, что там еще могло произойти у данного персонажа. Но Lansard в блоке. А это значит, что еще один крутейший киберспортмен продал, либо как-то каким-то другим магическим образом потерял свой аккаунт и отправился в нашу блокировочку. И переходим к следующему интереснейшему персонажу, Сэфер Про. Это игрок на Хантера Твинсе, также играет еще и на Викинга Твинсике. М0 вооружение на Командоре. Это просто мистер М0 вооружение. 0, 24 УП. И хорошо, что данный игрок сейчас не играет в нашу любимейшую игру. Хорошо, что он не увлечен в нее по сей день, потому что такие игроки явно мешают в матчмейкинге, явно не приносят вообще абсолютно никакой пользы. И для меня в таких вот ситуациях определенно вообще непонятно, как они вообще доходят до таких званий. Ну просто на М0. Просто М0 парниша, который, по сути, не вносит вообще никакого импакта в нашу игру. Переходим к следующему. Следующий у нас игрок с ником Хомячок Крот. Интереснейший аккаунт. И данный игрок играет на Хорнета Смоки. Хорнета Смока, как по мне, очень крутейшее вообще сочетание. И именно-таки на данном вооружении игрок набил весь свой опыт. Легенду номер 5. 2,5 миллиона опыта. При всем этом раскладе заработал 2 миллиона 200 тысяч кристаллов. Я считаю, что для данного сочетания это вообще достойные цифры. Конечно, меня немножечко смущает его УП 0.55. Но, наверное-таки, данный игрок не славится каким-то супер нереальнейшим скиллом. Также, я так понял, что у него имеется только 3 резиста. При том, что на этих резистах набито всего лишь... Вернее, как всего лишь? На них не набито вообще опыт. Это значит, что игрок играет без резистов. А значит, зачастую постоянно страдает от тех же рельс, от громов, от страйкеров, которые его будут постоянно ваншотить. Тем самым, УПшка у данного игрока постоянно падает. Постоянно его много раз убивают. Ну и вот такой вот импакт, или я не знаю, как его еще бы в принципе назвать, вносит данный игрок в командные бои. Сочетание интересное, но страдает это, безусловно, да. И в последнее время я так понял, что даже данный игрок не играет уже в нашу игру. Следующий игрок с ником Geocard. Тоже у нас уникальнейший аккаунт на одном вооружении. Это Хантера Смака на Маршале. Игрок продолжает играть. Не сказать, что чересчур много, да. По 1300-1600 опыта за неделю данный игрок набивает. Возможно-таки просто выполняет заданки. Спокойно формит себе дополнительные кристаллики на аккаунт. При том, в всем раскладе, то, что у него имеется всего лишь миллион опыта. У него набито миллион 400 тысяч кристаллов. Что, как по мне, для такого вооружения неплохо, неплохо, неплохо иметь 1.4 коэффициенты. Купешечка, конечно же, ожидает, вернее, желает быть лучшей. Но в какой-то степени даже 0.67 выглядят не такими печальными, как, например, 0.50 на Легенде 5 с Хорната Смакой. При этом в раскладе у него еще имеется два модуля, на которых он тоже стабильненько играет. Да, третий, конечно же, модуль M0, на котором он даже и не играет, и не показывает его. Но два резиста имеется, резист от рельсы есть. Это значит, что, в принципе, не так сильно уж и страдает данный игрок. Следующий игрок у нас с ником Awake. Как по мне, довольно-таки уникальнейший аккаунт. И я считаю, что если бы данный персонаж продолжал бы набивать свой опыт в режиме Джаггернаута, то он мог бы спокойно войти в топ 100 игроков по эффективности как минимум. Ну а как максимум до топ-десяточки он мог бы дотянуть. Потому что у него имеется УП-шечка почти 8, 7,77. При этом все в раскладе почти двоечка коэффициент на капитане. На капитане почти два коэффициента иметь. Я вам скажу, что это очень престижно. И это очень достойно для такого звания. И данный игрок в последнее время также уже уделял свое внимание режиму Джаггернаута. А это значит, что возможно в какой-то степени он планировал подниматься по нашему рейтингу. Но потом что-то у него пошло не так. Перестал играть. Возможно это на какое-то время. Возможно данный игрок покинул проект. Возможно будем следить за данным персонажем. Потому что мне нравятся игроки, которые пытаются войти в наш топчик по эффективности. Особенно те игроки, которые борются за топ-десяточку. Тот же например Гзи, который у нас был. Он же Ярик, который влетел тоже красиво. Тоже за ним следил. Поэтому будем следить за такими персонажами. Переходим к следующему. Следующий у нас игрок с ником крутым, очень крутейшим циферным никнеймом. Командор. И это Хантера Молот. Играет также он на рикошете. Но это М0 вооружение. Просто Хантер, Харечек. Все М0. Просто вот даже у него нет определенного вооружения. Но это просто М0, которая продолжает играть в нашу игру. И к слову, именно таки данного персонажа я сам лично встречал в матчмейкинге. Именно я его сам себе сюда в рубрику и закинул. По 1200 опыта набирает данный игрок за неделю. Я не знаю сколько времени требуется ему, чтобы набить данное количество опыта. Если условно говоря он за одну катку матчмейкингу, ну я думаю набирает максимум где-то опыта так 30, может 50. То вы представьте сколько каток ему нужно сыграть, чтобы набить данное количество опыта. И при этом в всем раскладе у него коэффициент, ребят. Больше единицы коэффициент у Командора на М0 вооружении. Вы просто представьте, игроки, которые играют постоянно набивая опыт, имеют коэффициент меньше, чем у данного игрока. И как по мне это очень уникально и встретить такое реально, я не знаю где еще можно. Потому что коэффициент больше единицы на аккаунте, который играет на М0. Это вообще как реально. Но такой аккаунт есть, такой вот игрок у нас имеется. Ну а мы переходим к следующему игроку. Это Хантера Смока. Смока, к слову, у данного игрока уже прокачано до М2. А, хотя где-то недельку или две назад у него данная Смока была еще и М0. И сейчас данный игрок также продолжает успешно играть в нашу игру. По 13 тысяч опыта за неделю он набивает. Сейчас на данной неделе чуть-чуть избавил обороты, 8 тысяч набито. Но у него легенда номер 5. За 2 миллиона 400 тысяч опыта он набил 3600 кристаллов, что является полторашечкой. И ко всему этому, ребят, у данного игрока УП единица. Единица на Хантере М0. Это очень достойный результат, как по мне. И данный игрок продолжает играть в нашу игру. Да, у него даже имеется один модуль М3, два модуля по М1. Еще можно что-то посмотреть. М0. Еще модуль у него от Твинца. В общем, не такой крутой гараж. Но игрок не так плохо играет, я вам скажу. Раз у него получается набирать данное количество опыта. При том, в всем раскладе, то, что это явный игрок, который не сидит где-то мультиткаточки. Ну, я имею ввиду, не набирает кристаллы в каких-то закрытых боях. Потому что сейчас в закрытках нельзя набирать кристаллы, как это было раньше. Это значит, что данный игрок играет в матчмейкинге. И у него не так все плохо получается. Следующий игрок с ником Гелебе. Это данный игрок, который имеет викинга, хотел сказать, хантера. Викинга Рикошет. Рикошет у него, к слову, уже М2, Викинг М1. Уникальнейший аккаунт. При том, в всем раскладе, то, что у него имеется и рельсы, и фриз, и огнемет, и гром. Но он продолжает играть на Викинга Рикошете. Ему очень нравится данное сочетание. И ко всему этому он продолжает набивать опыт и продолжает играть в нашу любимейшую игру. Да, не так успешно, не так долго, не так много. Но играет. И у него на четвертой легенде с двумя миллионами опыта имеется 3 миллиона заработанных кристаллов. Что является почти полторашечкой коэффициентой и довольно-таки достойным результатом, как по мне. 0,72 ОП желает ожидать именно-таки лучшего. Но достойно, достойно даже такой вот аккаунтик может играть в нашу игру. Ну и я думаю, что не так уж печально он должен смотреться в матчмейкинге при всех тех показателях, которые нам показывает рейтинг. Фред Фельдмаршал, который также продолжает играть в нашу игру. Играют он на Хорнете. Зачастую также использует Хантер и Титан, но играет на явно слабом вооружении. При всем этом раскладе еще где-то месяц назад данный игрок имел только М0 вооружение. Сейчас я смотрю, что у него в арсенале уже появились и Рикошетик М2, и Огнеметик М2, и Смоки М2. Значит, игрок, возможно-таки, одумался, а возможно-таки, накопил кристаллов. И сейчас занимается уже какой-то минимальной, но прокачкой своего аккаунта. 0.31 УП данного персонажа. И при этом раскладе у него имеется соотношение опыта к кристаллам равной почти единице. Это у него получается набито 1.200.000 опыта. При этом в всем раскладе набито 1.229.000 кристалликов. Следующий персонаж игрок с ником Меркурий. Довольно-таки тоже уникальный аккаунт, который, если не ошибаюсь, я также нашел сам в матчмейкинге. Сейчас данный персонаж уже не играет. Но это Маршалл, у которого имеется Викинга, вернее, какой Викинг? Васпа Рельса. При этом в всем раскладе еще есть другие крутейшие вооружения. Но меня данный игрок зацепил немножко другими движениями. Он играет only на приваренной башне. И за эту приваренную башню он набил 1.000.000 кристаллов. Я даже вот 100% уверен, что это не какой-то там был проданный аккаунт. То, что, условно говоря, там типа бы какой-то нуб просто прикупил или там взломал его ак и играл на нем. Я вот на 100%, когда видел данного персонажа в бою, был уверен, что это именно-таки тот игрок, который сам своим, своими руками играет на приварке. И, ну, не так у него, конечно, удачно все это дело получалось. Но если игрок имеет коэффициент в единицу, да, не такую, конечно, аппетитную нагибаторскую УПшку 0.54, но это, как по мне, тоже достойный результат. И, значит, ему было в какой-то степени комфортно играть в эту игру. Сейчас по каким-то причинам данный игрок не играет, но вот такой вот интересный аккаунтик у нас имелся. И последний игрок, игрок с ником Евш28. Это Васпожигер. Очень ценю данное вооружение. И, как по мне, данный персонаж заслуживает большего уважения лично от меня за данное сочетание. Игрок играет на Васпожиге, продолжает играть по сей день. При том, в всем раскладе, то, что у него имеется больше единицы коэффициентик, УПшка ожидает, вернее, желает ожидать лучшего. Но, в какой-то степени, блин, можно даже и с такой УПшечкой спокойно продолжать нагибать. Никаких таких особо проблем он, я думаю, не чувствует. Если приближается к противнику, то спокойненько его нагибает. Миллион триста тысяч кристаллов набито. Значит, что, скорее всего, в ближайшее время данный игрок, возможно-таки, уже прикупит себе М3 вооружение. Будет спокойненько продолжать нагибать и не чувствовать особо никаких проблем. Также уникальность данного аккаунта в том, что у него не имеется ни одного резиста. Здесь даже в рейтинге вы можете видеть, что его просто нет у этого слота с нашими резистами. И ему, значит, они просто не нужны. Он просто без них может спокойно играть и нагибать. Вот такой вот ролик у нас сегодня, ребят, получился. Если вам нравится, повторюсь, рубрика по легендарнейшим нашим нагибаторским аккаунтам в игре, то обязательно прожимайте палец вверх. Пишите в комментарии вообще, что вы думаете по данным персонажам. Что вы думаете по лансарту, который улетел в свой благополучный блог. Ну и вообще, как вам еще идея вам записи на постоянной основе подобного рода роликов. Ну и также не забывайте, что если у вас имеются уникальные аккаунты, вы можете всегда мне в ВК-шечку отправить их. Только желательно отправлять именно-таки рейтинг данного персонажа. И если данный аккаунт является уникальным, то он обязательно попадет в одну из ближайших частей данной рубрики. С вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.